Меня зовут Никита, я работаю, я вообще приехал из Гамбурга, я работаю в компании моя GMBH, это дочка Volkswagen, где я пишу всякий бэкэнд для карпулинга. До этого я работал в компании MesoSphere, это был калифорнийский стартап по производству платформы для оркестрации контейнеров, и еще до этого я занимался именсорсингом The Lando. The Lando это такой большой европейский фэшн ритейлер, и там в общем я как раз набрался всего этого продакшн экспириенса, связанного с именсорсингом, и сегодня мы узнаем про то, как мы можем написать свой плагин для АК Персистенса. Давайте начнем с именсорсинга. Кто слышал про именсорсинг, поднимите, пожалуйста, руки. А кто слышал про АКО? Про АКО Персистенс? А может кто использовал именсорсинг в продакшнене? Ого. А кто не слышал про FoundationDB? Здорово. Итак, для тех, кто не раз не слышал про именсорсинг, в двух словах, что такое именсорсинг? Именсорсинг это подход к построению приложения, когда мы храним не последнее состояние, а мы храним некоторые факты, которые мы сохраняем у нас в базе данных. То есть, например, если у нас есть блок, то у нас будут такие факты, как пост создан, добавили комментарий, контент изменен и так далее. И для того, чтобы нам узнать, а как все же выглядит наш пост, мы берем вот эти все факты, как-то их друг на друга накладываем, и в результате у нас получается наш пост. Это у нас суть именсорсинга. И в экосистеме Scala у нас есть такая библиотека АКО, и в ней есть модуль, называется АКО Persistence. И его практически всегда используют, когда мы хотим сделать продакшн с использованием именсорсинга. И все, что я хотел о нем сказать, это то, что в нем есть две части. Вот есть так называемый Persistent Эктор. Все, что мы о нем хотим знать, это то, что у него есть так называемый Persistent ID. И этот ID используется для сохранения событий, относящихся к этому актору. Одна важная особенность заключается в том, что мы не должны ни в какой момент времени иметь два актора, которые одновременно пишут ивенты с этим ID. Если мы это допустим, тогда у нас попортится журнал, и, собственно, потом мы будем разгребать все наши проблемы. И вторая часть АКО Persistence — это три метода, которые позволяют нам читать ивенты из базы данных. То есть самая интересная из них — это так называемый Events by Tag. Он нам позволяет каждому ивенту приделать некий тег и потом сказать АКО Persistence, дай нам все события, которым мы приделали данный тег. АКО Persistence — это всего лишь интерфейс для разработчика. Когда мы хотим использовать АКО Persistence, мы не знаем, какой именно бэкбэк используется, и АКО Persistence можно описать несколько своих плагинов для разных баз данных. Наиболее используемый — это АКО Persistence Кассандра. И он появился давным-давно в 2013 году, и с тех пор его используют почти все для построения продакшен приложений на АКО Persistence. И давайте начнем с хороших вещей, о которых я будем вам сказать. То есть хорошее — это то, что это очень надежный и давно зарелизированный плагин. То есть там все такие катастрофические баги, они в нем уже были поправлены, и его можно использовать в продакшене, если знать о некоторых таких плохих вещах, которые могут с вами произойти. Плохие вещи. Давайте начнем обзор плохих вещей с вот этого замечательного куска из документации по АКО Persistence. То есть вот этот Events by Tech, про который я уже говорил, это очень сложный запрос для того, чтобы эффективно сделать в Кассандре, и даже создатели этого плагина, Lightband, они об этом прямо пишут документации. Почему это сложно? Ну, есть несколько моментов, то есть для начала мы можем поговорить о месте, месте на диске, которое нам нужно для хранения ивентов и тегов. Итак, если мы хотим добавить теги к нашему гипотетическому блогу, то как это будет выглядеть? То есть у нас на каждый ивент, который как-либо относится с постом, мы хотим прицепить тег-пост. Как это будет на нашей базе данных? В Кассандре появится некое подобие еще одной таблички, в которой все эти ивенты будут скопированы второй раз. Если у нас появится новый тег, который относится к комментариям, у нас появится вторая табличка. И в этой табличке у нас тоже появится идентичная копия ивентов, которые мы уже сохранили вот в самой левой части. Хорошо ли это или плохо? Ну, это, например, схема того, как мы сохраняем ивенты. Помимо того вот бинаря, который мы записали в качестве пейлота, у нас вот есть куча всяких таймстемпов, куча всякой другой храни. Помимо этого, эта таблица сохраняет теги, то есть весь этот overhead у нас добавляется дополнительно. Можем даже посчитать, то есть посчитать, сколько байтов дополнительно будем сохранять каждому ивенту. И чтобы привести какой-то пример, давайте подумаем, что у нас очень успешный блок, в нем есть 100 миллионов ивентов. Каждый ивент примерно 1 килобайт в среднем. И на каждый ивент мы добавили по 10 тегов. То есть основная таблица с ивентами после всего overhead будет занимать около 160 гигабайт. После того, как мы добавим наши теги, наше пространство, дисковая возрастет примерно в 10 раз. Нам потребуется 1,6 терабайта для того, чтобы хранить все эти данные. Но у Кассандры есть такая особенность. Кассандре периодически нужно проводить такую процедуру, как компакшн. То есть из-за того, что Кассандра использует LSM-деревья, их нужно иногда мерзить. И для того, чтобы компакшн проходил безболезненно, есть у Кассандры требования, что место свободное должно превышать в два раза, чем место занято нашими файлами. Помимо этого Кассандра чаще всего гоняется в неком реплицированном кластере. И 3 – это наиболее часто используемый фактор репликации. После того, как мы добавим все эти особенности к нашему предначальному размеру данных, нам уже требуется 10 терабайт для того, что хранить 100 гигов данных. То есть это прям в 100 раз. В 100 раз больше места нам требуется для того, чтобы хранить ивенты с тегами, что немножко разточительно. Другая проблема. Другая проблема с ACPersistence заключается в том, что Кассандра – это на самом деле просто key value базы данных. То есть они там используют консистент хэшинг для того, чтобы определить нужную ноду. И если мы, например, будем располагать теги друг за другом, то они все попадут на разные ноды. Для этого вакаперсист Кассандра сделал еще один костыль, называемый таймбакет. Вот на слайде синим выделен partition key Кассандр. То есть это ключ, который определяет, на какой из злов у нас попадет данная запись. И для того, чтобы у нас все ивенты, которые произошли примерно в один день, попали на один узел и мы могли их быстренько оттуда считать, используется такой таймбакет. То есть в чем проблема у нас с этим таймбакетом? Во-первых, у нас может быть большое количество ивентов, которые производятся за день, и мы можем просто перегрузить шарт, используя слишком большой, слишком большой бакет. Еще один костыль, он заключается в том, что акаперсистент, он на самом деле не знает, когда у нас произошел ивент в первый раз, и он пойдет в конфиг, узнает, когда у нас был первый таймбакет, и дальше попытается сконструировать тег и таймбакет тапл из вот этого конфига. То есть это работает хорошо, когда у нас пошла система в продакшен, мы записали день продакшена в этом конфиге, и каждый раз, когда мы вызываем стрим с ивентами, у нас данные уже есть, но, предположим, у нас что-то работало два года в продакшене, мы решили добавить новый тег, и для этого нового тега этот таймбакет будет старый, и акаперсистент будет пытаться делать запросы за все предыдущие два года, пытаясь найти не пустой там бакет, и это займет где-то минуту, то есть вы запустите стрим с ивентами, и там ничего не произойдет. Через где-то минуту или две у нас пойдут данные как раз из-за этой проблемы. Другая особенность Кассандры и акаперсистент, это о том, что они eventually consistent, то есть что под этим подразумевается? Первая проблема — это то, что задержка между тем, как мы записали ивент с актора, и он у нас появился в стриме, она может занимать несколько секунд. Почему это происходит? Потому что когда у нас актер пишет ивент в таблице с ивентами, он получает подтверждение, после этого он начинает пинговать другой актер, чтобы он прочитал этот же ивент, и этот же ивент записал наконец в нашу таблицу с тегами, и только после этого ивент с байтек может сказать, дай мне ивенты по этому тегу, и после этого из Кассандра отдаст ему последние ивенты. Другая особенность, ну это уже больше проблема Кассандры, то что в Кассандре мы не знаем, на какую ноду у нас полетит запрос. То есть если, например, мы записали ивент, если у нас классер большой, и ивент прилетел на ноду C1, а второй ивент прилетел на ноду C2, после того, как мы читаем его через млс байтек, у нас может произойти так, что мы прочитали второй ивент, прежде чем прочитали первый ивент. И чтобы от этой проблемы у нас не пострадал юзер, Ака Persistence будет ждать вот это вот время, которое сконфигурировано в конфиге, прежде чем выплевывать ивенты наружу. То есть у нас есть такая задержка в несколько секунд, которую просто не убрать физически, потому что вот так вот оно работает. Злые вещи. Злые вещи в основном они относятся к сплитбрейну. сплитбрейн — это ситуация, когда у нас по какой-то причине узлы в кластеры разделились, и две части кластера думают, что они главные. То есть это может быть как проблема с сетью, так, например, у нас может быть долгий garbage collection, который там занимает минуту, и после этого нода возвращается в онлайн, продолжает писать, а другая часть кластера думает, что она давно умерла, и уже переняла лидерские обязанности на себя. И что происходит, если у нас есть сплитбрейн, что происходит с акка персистенцем? Предложим, у нас есть актер 1 и актер 2. Они находятся на разных нодах, которые не знают друг о друге. Актер 1 пишет журнал, актер 2 тоже пишет журнал. После этого мы пытаемся это все прочитать. И у нас, например, есть два заказа, которые мы прочитали с актера с одним персистенцем тоди, но мы не знаем, какой из них был тот, что на самом деле был заказан. Нам придется это как-то вручную разруливать, звонить пользователю, узнавать, что там заказали, и иметь кучу других головных болей. Как мы можем бороться со сплитбрейном? Есть такой плагин, называется Aka Splitbrain Resolver. И это вот та часть Aka Cluster, которая позволяет однозначно определить, какая кулькуса кластера у нас отвалился, и какой мы помечаем как неактивный. Естественно, вот этот Aka Splitbrain Resolver, он продается лайтбендом, и он продается за деньги. То есть кластер персистенц у вас есть, а безопасность, она уже не бесплатна. И есть несколько опенсорсных проектов, которые, 4 из них, они заброшены. Один из них более-менее поддерживается, но я понятия не имею, насколько они production ready и можно ли это все использовать. Почему, собственно, все так плохо и кто виноват? Ну, виноват Кассандра, потому что у Кассандры, во-первых, это такой key value storage, который заставляет нас делать вот эти вот все костыли с time bucket и прочим, потому что вот как мы определяем ноду, при запросе мы просто берем хэш-код от премьер-реки и потом пытаемся определить узел, на который мы посылаем запрос. Помимо этого у Кассандры довольно низкие гарантии изоляции транзакций. Вот на данном слайдике у нас зеленое, это… вот есть у нас strict serializable, это вот гарантии, которые позволяют нам писать код в… предварительно, что у нас single thread выполнение и у нас больше никакой другой транзакции не существует, которая может параллельно что-то записать. Кассандра находится на уровне read committed, то есть мы не можем делать полноценные транзакции, это нас сильно ограничивает. Как нам сделать нашу жизнь проще и лучше и не страдать? То есть нам нужно просто выбрать базу данных, у которой гарантии, которые он дает, они выше, чем у Кассандры. И одна из таких баз это foundationDB, то есть что такое foundationDB, это тоже key value хранилище, но в отличие от Кассандры, все ключи упорядочены в байтовом порядке, то есть где байт начинается, где байт меньше, он идет вперед, где он старше, он будет дальше в пространстве ключей. Мимо этого у нас есть strict serializable транзакции, мы можем делать транзакции между этими ключами и все транзакции, у них есть тотальный порядок между ними. Если сравнить с Кассандрой, то уровень изоляции транзакций foundationDB, он гораздо выше. У foundationDB есть тоже проблемы, то есть есть проблемы по тому, сколько времени у нас лится транзакция, сколько данных она пишет и какие у нас размеры ключей и значений, но это все ерунда, мы можем это все обойти, когда мы пишем наш плагин. То есть как работает foundationDB? Вот это вот очень-очень упрощенная схема. У нас есть три части, есть координаторы, это вот о нем можно думать как о киперкластере, который работает и включается в работу, если у нас происходит какая-то проблема с кластером, и это обеспечивает нам защиту сплитбрейна. Дальше у нас есть транзакционный лог, то есть когда мы производим запись в нашей транзакции, то все всегда улетает транзакционный лог. Это как распределенный в районе хедлог в постгрессе, и после этого с транзакционного лога апдейты прилетают на сторож серверы. Потом, когда мы читаем сторож серверов, мы обязательно предоставляем номер версии, то есть когда мы видели базу данных в последний момент, и если сторож сервер еще не получил апдейты с нужной версией, мы просто подождем, пока не долетят, версия увеличится, и таким образом мы никогда не прочитаем старые данные. Что вообще такая штука версии? То есть версия — это такой монотонный счетчик, который никогда не уменьшается, увеличивается где-то на миллион значений в секунду, и любая транзакция, она вначале запрашивает версию, какую-нибудь ближайшую, недавно закомиченную версию базы, после этого все операции, они проходят с этой версией, и когда мы ее коммитим, транзакция попадает на так называемый конфликт резолвер, который смотрит, произошло ли что-то еще, пока мы проводили нашу транзакцию, если что-то поменялось, то транзакция будет повторена, если ничего не поменялось, и мы можем безопасно ее закоммитить, тогда произойдет коммит. Итак, как мы можем написать свой ACoPresistence пользоваться в NationDB? То есть для разработчика ACoPresistence представляет, для разработчика плагинов несколько другой API, то есть это запись сообщений, потом чтение сообщений обратно из базы, чтение самого последнего сообщения, то есть верни мне номер последнего сообщения, которое было записано для конкретного Precistence ID, и удаление сообщений. Как мы будем данную вещь представлять в базе? То есть мы можем разделить наше пространство ключей на две части, одно с префиксом events, другое с префиксом maximum number, и после этого, собственно, вот такой у нас псевдокод, то есть что я не хочу сказать, это из-за того, что FoundationDB, она предоставляет гарантии с strict serializable уровнем изоляции, то мы можем притвориться, что у нас однопоточное исполнение, и просто проверить, что у нас безопасная запись, потом вставить наш ивент и обновить max sequence number. То есть как мы оставляем наш ивент, учитывая то, что у нас сообщение может быть большое, а ограничения по ключам и значениям они все же есть. То есть для начала мы нарезаем наши бинарии на куски, после этого мы пытаемся вычислить ключ slash events slash order one, например, и все эти куски мы записываем с этим ключом, добавляя последним числом номер этого чанка. То есть такая запись очень хорошо работает, так как мы можем потом взять и прочитать значения с базы, просто дай нам все значения с таким префиксом, и мы получим все чанки, потом можем их соединить и получить наш ивент. Как мы удостоверимся, что у нас не произойдет сплитбрейн? То есть для начала нам нужно понять, записал ли кто-то еще по этому ключу значение базы данных. Для этого мы числяем ID первого чанка, после этого мы достаем этот чанк из базы данных и смотрим, если у нас там null, значит никто ничего не записал. Если кто-то что-то записал, то мы отменяем транзакцию, бросаем exception и прекращаем работу. То есть вся эта магия возможна как раз из-за уровня изоляции транзакции. То есть мы гарантированно, что пока мы делаем вот эти все операции, чтение, запись, проверку, никто другой не сможет записать туда ивент и поменять нам состояние. Для обновления max sequence number у нас foundation.db представляет такую фичу как atomic operations, то есть это такая возможность сказать базе сделай апдейт этого значения, при этом нам не нужно ничего читать, мы просто в данном случае мы говорим, вот тебе число, сохрани по данному ключу максимально из этих чисел, которые у тебя были уже в базе и то, что мы тебе передали. Итак, как мы собираемся реализовать events by tag? То есть этот сложный метод, который в Кассандре сделать очень сложно, но для того, чтобы нам усложить работу, мы добавим парочку требований. Первый — это поддержка более сотни тегов, которые гарантированно взорвут наш кластер, потому что он там будет занимать петабайты, если мы сделаем это таким наивным методом. И второе — это real-time апдейты, то есть в пределах 50 миллисекунд мы хотим получать апдейты. Итак, для этого нам нужно немножко поменять то, как мы сохраняем данные foundation.db. У нас добавится два новых префикса, один для тегов, другой для tag watch, то есть теги довольно очевидно, мы будем сохранять наши ссылки на ивенты. А tag watch, я о нем сейчас расскажу. Tag watch — это для того, чтобы нам получать уведомления о том, когда ключ в tag watch изменился. Это понадобится нам для real-time апдейтов. Итак, мы поменяем предыдущий метод, мы добавим вот две части events, tags for each, и апдейт watch. Опять же, у нас есть иллюзия single-threader, добавляют новую функциональность в нашу транзакцию, нам не ставят никого труда. Как мы сохраняем теги? Для того, чтобы сохранять теги, мы воспользуемся такой фичей foundation.db, она называется version stamp. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы сказать базе, чтобы база записала в одно из полей ключа текущую commit-версию транзакции. То есть, как я раньше говорил, все транзакции, они глобально упорядочены, и если мы будем использовать commit-версию транзакции в качестве ключа, у нас появится такое хорошее свойство, что все теги, они у нас тоже будут упорядочены. Для того, чтобы получать апдейты, нам не нужно будет ждать, пока там порядок поменяется, что один тег идет перед другим. У нас такого никогда не произойдет. Все теги будут идти друг за другом, и нам останется просто их быстренько прочитать. Для того, чтобы у нас заплатить наш watch, нам понадобится поменять значение, которое сохранено по ключу, с предыдущего на какое-то еще. В данном случае мы используем этот version stamp для того, чтобы записать commit-версию уже не в ключ, но уже в значение, и таким образом там будет всегда лежать что-то уникальное. Нам вот это и нужно. Как нам реализовать поток ивентов с Events by Tech? Мы воспользуемся магией Аки, называется Unfold Resource Async. То есть она позволяет, если у нас есть какой-то синхронный ресурс, который возвращает нам фьючи при создании, при чтении, при закрытии, это вот такой отличный метод для его использования. Итак, как мы будем инициализировать наш ресурс? То есть для инициализации нам потребуется транзакция, нам потребуется сигнал о том, что у нас есть новые данные в тегах, вот этот вот future done, она уже выполнена, и нам понадобится offsets, которые мы будем читать. Как мы реализуем считай, когда read update when available? Для начала мы будем ждать вот эту фьючу, которую мы просунули в прошлый раз, уже готовую. Когда эта фьюча завершится, это означает, что произошел callback на стэкботча, и мы можем читать новые данные из базы данных. После того, как мы их прочитали, у нас появляется такой набор ивентов. Мы сохраняем offset, мы закрываем транзакцию, задаем новую транзакцию, в этой транзакции мы тоже задаем новый watch. Для чего это нужно? Чтобы у нас не появилось дырок между тем, как мы получили сигнал о том, что там что-то есть, и кто-то другой успел записать ивент, и мы случайно пропустили его. Для того, чтобы нам закрыть наш ресурс, нам понадобится просто закрыть транзакцию, и, собственно, все. Демо. У меня есть парочка демок, которые я бы хотел вам тоже показать. Давайте начнем с обновлений тегов в реальном времени. Так, смотрите, что у нас есть тут. У нас есть… Давайте я разверну. Так, где-то кнопочка для разворачивания. Отлично. У нас есть один актор, который пишет ивенты постоянно. Создали. Дальше у нас есть stream events by tag. Где мы подписываемся на вот этот тег. И мы будем писать println-ом время, когда происходит source finish. Это вот часть, которая шлет апдейт и вактор. И здесь мы видим тот момент, когда тег прилетел из нашего стрима. И мы посмотрим, сколько времени это все занимает. Так. У нас прилетают апдейты, и мы читаем сообщение, которое тут прилетает. То есть, как можно заметить, время между вот этим и вот этим – это 25 миллисекунд. То есть там не нужно ждать 3 секунды, после того, как мы отправили ивент, и он только вылетел из этого сорса, как, например, чтобы у нас понадобилось в Акапирсе Кассандре. Так. Помимо этого, у меня есть другое демо, где мы попытаемся симулировать сплитбрейн. Сейчас я его открою. Так. Так. Что у нас тут происходит? У нас есть два актора. У акторов внутри есть счетчик, и он принимает команду «увеличь меня на единицу». И мы стартанем первый актор, отправим ему это сообщение в «Величь на единицу», стартанем второй актор, сделаем точно так же, и потом обратно отправим сообщение в первый актор, который уже должен переписать журнал и создать нам конфликт. И мы увидим, что произойдет. Что у нас происходит? То есть у нас мы создали counter1, у него state 0, после этого мы его увеличиваем, state был 0, стал 1. После этого мы создали второй counter1, то есть мы симулировали сплитбрейн, мы создали второй актор с тем же id, чего делать нельзя. После того, как мы попытались его увеличить, поэтому мне ругается Java Serialization, после того, как мы пытались его увеличить, мы видим exception. Exception говорит, что у нас были несколько райтеров с текущим precision ID, то есть несмотря на то, что в ACO-президенции у нас нет возможности проверить этот сплитбрейн, на уровне базы данных мы смогли отловить это условие и не дать попортить наш журнал. Если мы запросим состояние обоих счетчиков, то у нас не будет 1.2, у нас 1.1, то есть все хорошо, мы не испортим журнал, нам не нужно будет потом чинить прот, все здорово и замечательно. И many tags demo. В этом демо мы запустим актор, который у нас сохранит много ивентов. Под много я имею в виду, что там будет 500 ивентов, то есть вот 500 тегов, простите. 500 tags, то есть это такой сет тегов. Дальше у нас есть актор-тегер, который принимает сообщение тегер-сейв, это ивент, а вот это теги, которые мы хотим записать. И после этого мы стартанем три сорса из трех тегов и посмотрим, полетят ли нам ивенты или нет, или все сломается и больше никогда не заработает. Но мы узнаем, сколько времени заняла данная операция. Пожалуйста. То есть начали мы запускать это в 114 миллисекунд, закончилось это в 265 и у нас есть, собственно, три вента, что вполне объяснимо, потому что у нас есть три вента и три сорса, которые читают данные журнала. Таким образом, мы не взорвали нашу базу данных, так, ну, в общем, наверное, все на этом с демо. Пару заключительных слов это то, что FoundationDB это такая очень гибкая база, которая позволяет нам конструировать много разных уровней поверх нее. Например, вот пример с плагином для Agapresistence показывает, как легко мы можем произойти все проблемы в Кассандре и я могу рекомендовать FoundationDB для того, чтобы использовать ее в качестве таких средних слоев между приложением и совсем низкоуровневым киволю. на этом все, я готов ответить на ваши вопросы. Привет! Спасибо за доклад. Вопрос про производительность по сравнению с той же Кассандрой и про нагрузку, количество в секунду запросов, все вот это вот сравнивалось? Конкретно по плагину для Agapresistence или? Ну, про плагин, конечно же. Нет, в продакшене я не гонял этот плагин, поэтому у меня нет данных про… А там на своем рабочем что-нибудь такое было? Ну, я могу сказать о том, что кто использующий FoundationDB, то есть, насколько я знаю, Apple использует его для iCloud, и они не жалуются, они там мигрировали с Кассандрой много разных вещей на FoundationDB, и, наверное, у них есть некая причина. Понятно, спасибо. А почему именно FoundationDB, вот какие варианты еще рассматривали? Вот тот же Тарантул от Mail.ru, насколько я знаю, схожие задачи решает, как-то вот бенчмарки какие-то проводили или что, на основании чего выбирали? Мне было важно иметь высокий уровень изоляции транзакций, да, чтобы у нас можно было претвориться, что у нас происходит однопоточное исполнение, и что никто другой, пока я делаю транзакцию, не сможет записать что-то в базу данных, и это было основное требование для того, чтобы не попортить журнал в случае сплитбрейна. И, к сожалению, на рынке сейчас существует только три базы, которые поддерживают. Strict Serializable — это вот самый высокий уровень изоляции транзакций. Одна из них — это Google Spanner, другая — это FoundationDB, и третья — это FaunaDB, но FaunaDB — это тоже коммерческое решение, которое представляет свою базу данных как SS-сервис. К сожалению, из-за этого Тарантул не прошел просто по уровню изоляции транзакций. То есть, если бы у меня не требовалось, Strict Serializable, возможно, я бы его рассматривал. Понятно. И еще один вопрос. Вот по слайду было не совсем понятно, где живет вот этот распределенный журнал транзакций. На контроллерах? Журнал, который мы пишем с актора, правильно? То есть данные приложения? Слайд был, на котором были изображены контроллеры, журнал транзакций и, собственно, сториджи. А, понял, понял вопрос. Журнал транзакций, он живет на такой небольшой части нашего кластера, в котором мы обычно выделяем где-то 20% всех серверов, и в нем транзакции, они живут не очень долго, где-то около 10 секунд. Они живут в это время, пока сторидж серверы не успели запросить их транзакции, и они там лежат просто для durability, то есть для того, чтобы нам ускорить скорость записи. У нас вначале пишется все, вот распределенный журнал транзакций, а потом они асинхронно перетекают на сторидж сервера. Да, это часть кластера, оно конфигурируется через так называемые роли, сколько мы хотим транзакшен логов, сколько мы хотим сторидж, сколько мы хотим так называемых стейтлесс серверов, которые не были показаны на том слайде, но они тоже есть. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Подскажи, пожалуйста, насчет накладных расходов. То есть ты там рассказывал, что у Кассандры прям вот оверхед, оверхед, а здесь что? Да, Кассандра оверхед, оверхед. Вообще в Кассандре зависит от того, что за данные сохраняются, потому что разные данные реализуются по-разному, там у них есть разные схемы, но в Кассандре в среднем у тебя получается около… Ну там 100 было циферка получалась, да. Хорошо, я могу сказать про FoundationDB. FoundationDB, чтобы хранить 100 гигабайт бинарных данных, если относительно большие значения, то потребуется где-то в 7 раз больше данных, учитывая репликацию, учитывая то, что у нас есть износ SSD, и нам требуется оставить 20% места свободным, и учитывая оверхед. То есть Кассандра в этом случае будет около 10-15 раз, у нас потребуется больше сториджа для хранения примерно такого же объема данных. Спасибо. Ну, вообще все зависит от того, какая схема и что сохраняется, потому что так сходу ответить трудно. Спасибо, Никита. Пожалуйста.